Делать то, что любишь, и получать солидный доход. Что может быть лучше? Открыть свое дело с нуля пробуют многие жители Чувашии, но немногие знают о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства государством. Что предлагает правительство республики бизнесменам в качестве опоры для ведения дела? Смотрите в нашей программе. Красиво шить не запретишь. Чебоксарка Мария Стольненко открыла собственный бизнес шесть лет назад. Вместе с мужем они занимаются производством одежды. Шубы и пальто – основной продукт швейной фабрики. Пять лет продавали опытом, затем решили сменить вектор развития. Открыли интернет-магазин. Сайт – визитная карточка компании. Без активного присутствия интернета вести бизнес сегодня невозможно. И это факт. Это была моя мечта, это было наше общее дело. С мужем, который мы начинали практически с нуля, с займа 100 тысяч рублей у нашей бабушки. И мы пришли к тому, что сейчас наша продукция продается по всей России и даже по миру. Мы отгружаем продукцию и в Америку, и в Европу, и Казахстан. Выбор ткани и фурнитуры. К этому нужно подходить очень ответственно, считает бизнесвумен. Мария делает ставку на качественные материалы. С ними приятно работать и не нужно переживать, что вещь быстро потеряет товарный вид. Недавно компания получила компенсацию в размере 120 тысяч рублей за участие в выставке продажи в Москве. Активность предпринимателей поощряется государством. Нам оплатили аренду стенда. То есть конкретно аренду стенда в этом мероприятии. То есть 120 тысяч – это именно аренда в Манеже. Все это было сделано очень быстро, инициативно, я бы сказала, то есть без лишнего лакиты. Все договора были подписаны с максимальным участием специалистов агентства поддержки бизнеса. И мы сами даже не понесли каких-то затрат, именно даже моральных. Мы приехали и нашли и новых партнеров, и покупателей, и восторг от продукции. Потому что мы представили на стенде в основном, например, изделия из эко-меха, которые сейчас очень трендовые. Человек сейчас этичен, он правильно питается, занимается спортом и уже не хочет носить на себе шкуры убиенных животных. И это не единственная форма поддержки, которую может оказать государство бизнесу. Одна из главных проблем, возникающих при создании своего дела – открытие офиса компании. Далеко не все сразу могут осилить затраты на аренду помещений и покупку оргтехники. В центре «Мой бизнес» будет разработан подобный сервис, который предлагает как республиканское, так и муниципальное имущество на льготных условиях, так и просто помещения, которые предлагаются на коммерческих условиях. После того, как предприниматель находит помещение, мы предоставим поддержку, связанную с финансами. Это будут и льготные микрозаймы поставки на сегодняшний день от 3% годовых. Это может быть и поручительство, если предприниматель уже действующий, ему требуется большой кредит в банке, но у него нет залогового обеспечения. Такой институт, как гарантийный фонд Чувашской Республики предлагает поручительство. То есть это живые деньги, которыми гарантийный фонд ручается за вас перед банком по вашим обязательствам. Также там будут предоставлены гранты, субсидии различные. На этом предприятии выпускают трансформаторные подстанции и электросчетовые оборудования. Продукция завода «Энергомаш» востребована не только в России, но и в ближнем зарубежье. Компанию по производству электротехнической продукции решил создать в 2013 году Алексей Морозов. На реализацию задуманной идеи ему потребовалось 100 миллионов рублей. Начинающий тогда еще бизнесмен понимал, что суммы для него явно неподъемные. Тут-то и протянуло руку финансовой помощи агентство по поддержке малого бизнеса. А недавно тоже с его помощью предприятие прошло сертификацию. И это очень важная составляющая любого бизнеса. Именно сертификат открывает дорогу на рынок. В конце 2018 года мы получили от них поддержку в районе 200 тысяч на получение сертификатов в соответствии на комплексные трансформаторные подстанции и на камеры сборного типа КСО. Эти сертификаты нужны нам для того, чтобы поставлять продукцию свою, сертифицировать свою продукцию и поставлять на такие рынки, как Роснефть, Лукоил. Для того, чтобы стать успешным предпринимателем и начать свой бизнес с нуля, зачастую необходима помощь профессионалов. О том, как не упустить выгодную идею, как эффективно и грамотно управлять своим бизнесом. Каких ошибок нужно избежать? Для начинающих бизнесменов регулярно рассказывают на бесплатных консультациях, семинарах и тренингах, проводимых республиканским бизнес-инкубатором. Инкубатор приоритет дает от стадии идеи. То есть это наша основная уставная задача – дать основные азы через тренинги, дать фундаментальные знания для начала своей деятельности и интегрировать людей с интересной идеей в сообщество крутых предпринимателей. У нас достаточно высокого уровня партнера, мы их отбираем с положительной деловой репутацией, с высоким оказанием сервиса. Это зарекомендовавшие себя как спикеры, так и федеральные партнеры, такие как корпорация МСП или фонд развития интернет-инициатив, российская вечерная компания. Один из последних тренингов с названием «Мама-предприниматель» от республиканского бизнес-инкубатора и корпорации МСП был посвящен деловой занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей и находящихся в декретном отпуске. Понятное дело, когда начинающий предприниматель хочет что-то свое открыть, у него опыта нет. Нет опыта, ему нужны определенные кейсы, получить инсайты определенные. Как раз таки в течение тренингов они задают уже встречные вопросы, я с ними делюсь, получается, нужной полезной информацией, что им в будущем как раз таки и поспособствует правильному ведению предпринимательской деятельности. Победительница, которая успешно защитит проект, она получит грант в размере 100 тысяч рублей на безвозмездной основе на реализацию уже собственного проекта. Сегодня в Чувашии предпринимательством занимается около 45 тысяч субъектов, подавляющее большинство из них индивидуальные предприниматели и 15 тысяч юридические лица. В сфере малого и среднего бизнеса в регионе занято 155 тысяч человек. Только в этом году агентство по поддержке малого бизнеса выдало 388 микрозайма на сумму почти 650 миллионов рублей. Для нас, конечно, больший интерес вызывают организации и предприниматели из реального сектора экономики. Это в первую очередь промышленность и агропромышленный комплекс. И какие приоритеты для нас очень важны? Это создание новых рабочих мест с достойной заработной платой, развитие высокотехнологичных производств, производство инновационной продукции, модернизация производства. То есть все то, что дает экономике наибольший эффект. Дорогу осилит идущий. Сложный бизнес-путь с помощью государства становится легче. Но власти могут поддержать, а вот добиться успеха – дело самого предпринимателя. Начинающий бизнесмен должен сам четко представлять, как он будет реализовывать свою идею, иметь вываренный бизнес-план и стартовый капитал. Редактор субтитров А.Семкин